Правда ли в Радоницу нас видят усопшие? Ну, есть такое поверье, знаете, люди хотели как-то утешить друг друга, и, может быть, не знали всего, поэтому некоторые вещи есть такие, как бы, они, в принципе, не противоречат, конечно, православию, но хочется нам вот думать так, что наши близкие к нам приходят в этот день. Хотя, на самом деле, они в любой день чувствуют нашу молитву. И для усопших нету расстояния, поскольку тела-то нет у человека, то для него нету расстояния, и человек уже пребывает в вечности, он уже в другом состоянии, поэтому и время там идет совершенно уже по-другому. Не так, как вот мы когда суетимся с вами. Так что близкие чувствуют нашу молитву всегда, не только на Радоницу. Но на Радоницу это особое время, потому что мы как усопших поздравляем, с Пасхой, можно сказать. Даже есть такие интересные истории у святых. Я вот не помню у кого, но кто-то из монахов дежурил в пещерах, как вот у нас есть в пещерные такие монастыри, где усопшие монахи похоронены в пещерах. И монах спустился туда и видит, что зашел он туда, там лежат усопшие, а души их живы. И он крикнул «Христос воскресе!» Ему ответили «Воистину воскресе!» То есть для человека верующего, который понимает, что наши усопшие ждут молитвы и души их живы, это не страшно. Совершенно не страшно. Потому что человек понимает, что его ждет, и он готовится при жизни. Верующий человек может подготовиться к встрече с Богом, к тому, чтобы войти в вечность. Страшно, когда человек понимает, что у него есть какие-то грехи, что он без Бога. Вот тогда страшно. А если человек знает, что он готовится встретиться с Богом и готовится к этому, то у людей нету страха. Я сам, бывало, совершал отпевы. И вы знаете, вот это очень чувствуется. Когда ты приходишь домой, поскольку я жил на острове, там проблема с транспортом. И иногда я приходил, ну практически всегда, когда меня приглашали, я старался всегда приходить домой и совершать отпев дома. Это очень сильно чувствуется, когда ты приходишь совершать отпев, люди неверующие, и очень такая тяжелая атмосфера среди людей. И молиться непросто. Ты понимаешь, что ты молишься один, а вот люди, что стоят рядом, они не молятся. У них какое-то уныние страшное. Конечно, очень часто еще это бывает тяжелее, когда ты видишь, что умер человек молодой. Допустим, какой-то несчастный случай, и умер парень или девушка, или там глава семейства. И ты понимаешь, что жизнь оборвалась. Вот человек еще мог бы жить и жить, а тут все закончилось. Конечно, сопереживаешь близким, и хочется как-то их поддержать. Очень тяжело бывает так же, когда приходишь и знаешь, что человек болел онкологией, долгое время мучился. Но другое дело, когда ты приходил уже к этому человеку, ты его исповедовал, причащал, и ты видел в каком он состоянии, когда он уже смирился и ждал встречи с Богом. Или когда приходилось мне отпевать верующих людей, чаще всего, конечно, бабушек, но и дедушек каких-то, пожилых людей, которые жили с Богом, покаялись в своих грехах, ходили тихонечко, молились за себя, за своих близких, и мирно отошли ко Господу. И вот когда приходишь, совершаешь отпевание, то молитва идет очень легко, потому что ты понимаешь, что человек готовился к этому, он знал, что его ждет. Вот он на прошлой неделе еще был в храме, исповедовался, причастился, а сейчас предстоит перед Богом, и мы поем на отпеве со святыми у покоя. И ты понимаешь, что действительно эти слова, они наполнены смыслом. Человек готовился к встрече с Богом, и вот он перед Богом стоит. И за него совсем не страшно, потому что ты знаешь, что он покаялся. Я даже замечал такой интересный момент, что очень часто у каждого из нас есть какие-то грехи, в которых мы с вами раскаиваемся постоянно. Приходит тот человек и говорит что-то, да? Он какой-то один грех повторяет. А потом приходит и радостный говорит, батюшка, вы знаете, я на этой неделе даже не согрешил. Вот всю жизнь я мучился, а на этой неделе я этим грехом больше не грешил. И человек такой радостный. Я понимаю, что это последняя исповедь. Очень часто так бывает, что человек приходит, исповедуется, и я понимаю, что он изменился. Ему уже ничего не страшно. И действительно потом часто так происходит, что узнаешь, что человек действительно отошел в мир иной. То есть вот он изменился, избавился от всех грехов, и ходит как ребенок, только Бога благодарит за все. Нету, конечно, там никакой ни злобы, ничего. К сожалению, единица таких людей, которые успевают подготовиться к встрече с Богом. Чаще всего наши близкие уходят из жизни, не успев подготовиться. И остается надежда только на нашу молитву, чтобы мы молились за усопших, за наших близких.